происходит неприятные вспышки корона вируса маски надо будет носить какие были меры по возвращению штрафовали ли за что-нибудь и друзья меня зовут назар давыдов я живу пять лет турции и накопил большое количество опыта с которым хотел поделиться и думаю он будет полезен для тех кто собирается переехать турцию или просто приехать отдохнуть тема сегодняшнего выпуска будет достаточно важно ввиду того что огромное количество комментариев именно на эту тему маски масочный режим усиление всевозможных мер по борьбе с карел с корона вирусом здесь турции окей друзьям именно на эту тему я решил снять экстренное видео для того чтобы вы понимали что у нас здесь происходит на днях президент турции эрдоган сказал что происходит неприятные вспышки корона вируса и надо с этим что то делать но это так двух словах чтобы не даваться подробностям следствие чего на следующий день то есть вчера вышло заявление о том что будет водиться масочный режим все теперь на всей территории турции 81 провинции все граждане должны ходить в масках причем без исключения везде вне дома я честно говоря не знаю как это будет работать да и никто не знает не было сказано какие будут штрафы как это будет караться и так далее но с 0 часов вот сегодняшней ночи все это начинает работать будем смотреть как это все выглядит на протяжении первого дня я проедусь по разным местам по делу свои дела и покажу вам что же на деле происходит совсем этим масочным режимом конечно это крайне неприятно потому что кто захочет отдыхать таких условиях наверное по туризму это ударит мне уже все масочные режимы понимаю что они руководствуются чем-то но короче порассуждаем на тему обязательно пишите в комментариях свое мнение потому что действительно думаю это будет важно обменяться мнениями ну а я покажу насколько масочный режим работает и вот первое место куда я пришел это бар который называется санта-барбара он находится мухмут лари в алании пляж номер 30 я не буду нарушать масочный режим сейчас я надену маску итак друзья идем посмотрим что же там происходит так а фиатул сон привет дорогой как настроение хорошо приятно видеть спасибо скажи пожалуйста что вообще ожидает отдыхающих у тебя здесь в баре с сегодняшнего дня да хорошо дней на сегодня маски надо будет носить нет если хочет есть есть очень маски если не хочет нормально давайте сеть но проблем будут штрафовать тебя если кто-нибудь у тебя будет без масок нет близко не сидим чуть-чуть рады далеко чуть-чуть два метра до там маски не обязательно да я все отлично приятно аппетита не буду отвлекать ну раз такое дело окей я буду без маски покажу вам обстановку утро ранее обычно в это время я плаваю сейчас немножко задержался от очень приятно сделан инсталляции для того чтобы фотографироваться ну понимаете курортный бизнес друзьям сегодня у нас 9 сентября напоминаю всем тем кто интересуется хронологии события как маша улетела и прилетела вот сейчас она уже здесь у нас сегодняшняя тема продолжается мы выясняем по поводу масочного режима но перед этим я хотел маша спросить как ты вернулась обратно из россии в турции привет привет на самолете отлично какие были меры по возвращению штрафовали ли за что-нибудь россии или россии в россии и потом здесь в россии пока тишина не буду вдаваться в нюансы ну то что вы отказались от того чтобы у меня никаких продолжений сейчас на данный момент нет я не знаю как это будет не будет будем посмотреть напомню что мария вместе с ее супругом кирилл привет 5 большой вот возвращаясь из турции в россию буквально в миши на 12 18 августа отказались как и называется правду мы отказались от предоставления персональных данных больше мы ни от чего не отказывать вот остальное чувствуешь пока еще никаких санкций не было окей маш скажи пожалуйста теперь по поводу тех событий которые здесь когда ты уже приехал ты два дня назад сюда приехал праве я приехал в понедельник до 7 сентября долетела отлично повторюсь насчет мер скажем так контрольных в россии их примерно так да в турции как в турции все в масках защитных экранах температура все все строго сейчас мы получили по полной программе вот хотел бы об этом поговорить смотри хронология такая теперь 7 сентября эрдоган президент турции сказал что надо вводить определенные меры для снижения вирусологической ситуации связанные с развитием пандемии так далее здесь турции и через день великое собрание принимает жесткие меры но от которой сегодняшнего дня с 0 часов 9 сентября напомню вот вводится и они регламентируют пребывание на улице обязательно чтобы были в маске хочу тут много вопросов вот мне очень интересно узнать твое мнение как медика что ты скажешь по всему этому мероприятию собрание действительно великое я думаю эти собрания войдут в историю человечества как медик я могу сказать следующее данная мера она никаким образом не является защитной это жесточайший геноцид и сейчас походив на жаре 30 плюс то есть 35 36 градусов если ночью до 28 только спускается так вот походив на этой жаре в маске несколько часов у людей начнется состояние сильнейшая асфиксии организма кислородного голодания к чему это приведет падение иммунитета как минимум обострение всех хронических заболеваний приобретение на этом фоне новых и так далее и что получат наши наши великое собрание конечно же она получит увеличение обращений к врачам людей совершенно разной симптоматикой а дальше как говорится есть ложь есть большая ложь а есть статистика и мы будем иметь то что мы имели примерно в первую волну то есть каждый интерпретирует цифры как ему выгодно для чего-то для чего мы не понимаем но к медицинской безопасности это мера никакого отношения не имеет это абсурд это преступление против человечества спасибо большое и кстати хочу поблагодарить за вкусные явства которому тут слопали заклады рассказывают сырники сделала маша по себе по специальным рецепту себе называется любимый из йогурта сделала творог и и вот теперь и кстати есть была была сметана был мед ваш огромное спасибо мы еще я думаю увидимся может даже на трансляцию приглашаем вот если будет возможность то поотвечаем на вопросы может многие спрашивают ну а мы едем дальше хотим поехать в центр и снять ситуацию в барах ресторанах потому что там тоже большое количество должно быть всяких изменений интересных повезло нам разрешили плавать поэтому полга тоже очень много чего непонятного какие будут штрафы кто вообще будет заниматься вот автомобилисты проезжают внутри уже смотрим там люди сидят в масках короче говоря спортсмены ехал спортсмены бегут но по дорожке в маске как говорят нашим любимом фильме многие верят ну что едем дальше спасибо большое заходите на сырники друзья я сейчас еду по центру алании смотрю на количество людей которые ходят в масках и хочу заметить до процент на соотношение людей в масках со вчерашнего дня реально прибавилось друзья обязательно пишите в комментариях свое мнение давайте это обсудим ну естественно если есть вопросы всякотактная информация в описании к этому видео сейчас я поеду на базар попробую проехать на авто станцию и посмотрим что с отдыхающими на пляже клеопатр это едва ли не самое важное место для всех туристов загоню в магазин и в ресторане так что обязательно смотрите это видео до конца друзья я сейчас нахожусь на центральном рынке в алании джума базар там автобусная остановка и вот с одним из продавцов познакомился и сейчас узнаем как действуют новые ограничения с масочным режимом дать как зовут здравствуйте меня зовут айден 1 скажите пожалуйста как сейчас отразилась ситуация на продажах на рынке как вообще штрафуют не штрафуют как контролируют все интересно масочный режим очень даже хорош потому что наше здоровье вот даже буквально находится на такой дистанции кто-нибудь из нас по-любому должен быть в маске что мы не знаем есть бессимптомный масочный режим это очень даже хорошо да на данный момент контролирует специальные мэры города алании или анталии введено не только здесь в оси турции но очень хорошо что что ввели да на продаже отразилось отразилось плане чего даже сможете просто посмотреть по сторонам что туристы буквально не хотят одевать маски они от это убежали со своей стороны чтобы отдохнуть нормально пляж море там маски не будет и так как на отразилось все на рынке в прошлом году очень даже уже буквально на 70 процентов упал и буквально турист на 70 стала ниже потому что не каждый человек приходит не каждый хочет одевать масочку пройтись по магазинам или покупки за потому что они приехали убежали сможешь сказать со своей страны только отдохнуть море пляж да увидит солнце это мы главное море зайти покупок практически не делает не делает но очень мало следующем году мы ожидаем еще больше жила что все вас было хорошо чтобы много продаж конечно спасибо в этом году все ожидали еще больше продаж будет нас с пандемии сожалению что намного меньше страшила все самое главное быть здоровым и в очередной раз хочу поинтересоваться у отдыхающих в алании как им отдыхается и как они почувствуют себе вот этот масочный режим который сегодняшнего дня вводится здрасьте как вас зовут антон антон в откуда приехали россию нижегородскую область сколько дней вы уже здесь отдыхаете три дня антон скажите пожалуйста вот вы сегодня почувствовали какие-нибудь изменения по поводу но вот масочного режима пока нет где вы за сегодняшний день уже побывали у крепости на пляжу по рынку были в кафе в открытом на улице как увеличилось количество людей в масках по сравнению со вчерашним днем вот вам так визуально пока нет не заметила разница тогда скажите пожалуйста как вам еще отдыхается в двух словах замечательная страна климата вас просто райский пока летели были какие-нибудь проблемы с таможней применение границы проблем никаких проблем вы в какой аэропорт приземлялись анталии в анталии да и без всяких проблем быстро все прошли и ну да в отеле отдыхать или снимать квартиру догонай отель отель как кормят как сервис не все заявлено есть некоторые закрытые как говорится ну в принципе хватает все нормально кормит хорошо что вы пожелали тем кто собирается ехать сюда можете нет советы что не надо делать что надо что брать что не брать вот и своего общего опыта все этого дела не благодарны и тем более в турции первый раз так что советует еще ничего не могу ну что у вас тогда удивило больше всего в турции первый раз тем более все удивляет да конечно и климаты море солнце все замечательно вам повезло страны спасибо хорошего вам отдыха спасибо за уделенное время все встречи все хорошего добру всего добра вот так друзьям едем дальше на сейчас друзья я нахожусь на автовокзале внутреннего курсирования автобусов отсюда можно доехать и в мухмутлар и вовсалар и в любую точку близлежащую к алане почему я сейчас здесь нахожусь да потому что хочу говорить про автосообщение общество связано с машинами и коронавирус на всей этой истории будь она неладная значит какие изменения коснулись этого сектора нашей жизни сейчас в автобусах можно находиться ограниченному числу людей то есть только сидячие места и там еще есть небольшие поправки сколько человек может проезжать стоя все абсолютно должны быть в масках начиная от посетителей автобуса вот заканчивая водителем плюс ко всему прочему на более дальние расстояние когда вы едете есть тоже свои ограничения для всех граждан турции должен быть обязательно хэс-код как его получить я уже рассказывал можете посмотреть по ссылке которая сейчас со сла но в двух словах скажу что это несложно вы просто покупаете билет а сами продавцы в этих самых билетов на автобусе потом вам оформляет от самых из код то же самое касается и авиаперелетов всем граждан турции обязательно это самый хэс-код по нему контролируется где вы находитесь вступали ли в контакт с инфицированными и так далее иностранцам его получать не обязательно реально стало людей меньше меньше путешествующих ввиду того что все это конечно вносит свои проблемы плюс ко всем прочим пока ехал на машине видел целые автобусы где сидят люди полностью все экипированные масками и я думаю такая ситуация касается и личного транспорта и экскурсионных всевозможных автобусных поездок так что вот имейте ввиду на дальние расстояния те кто ездит тоже сейчас ездит в масках и им это очень неудобно я общался с дальнобойщиками города неудобно еще общаться с человеком которая устраивает туры по турции для ограниченного числа людей но ты рассказал мне такую историю что сейчас в автобусы сажают через человека то есть не прийти 40 человек наполняемость автобусов разрешается только 20 человек то есть должен быть должно быть расстояние между людьми это соответственно влечет удорожание за транспорт самого автобуса короче говоря масса всяких нюансов я не знаю вообще к чему это приведет ну в общем свои мысли скажу чуть попозже еще есть места которые хотел бы посетить и вам показать чтобы увидели сами как это все выглядит на деле и пообщаться еще с одним молодым человеком но на детскую тему потому что там тоже есть свои изменения не в лучшую сторону поехали дальше и вот мы находимся уже в самом центре аланье сзади меня дом кошек на легендарном пляже клеопатры и прилегающим к нему парковой зоне рядом со мной иван вам привет 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 ну что настало время пообщаться с подрастающим поколением и выяснить как же коснулась вот эта вся история с коронавирусом детей ваня буквально пару дней назад прилетел из москвы в аланию вместе с мамой машей вот и сейчас я попробую выяснить как вообще ситуация в москве с учебой и коронавирусом и с чем он столкнулся здесь вам рассказывай что могу сказать по учебе я так понял такая ситуация практически во всех школах меняются разве что какие-то мелочи нюансы как у нас в школе в москве это подмосковье город балашиха если кто-то знает самое радикальное изменение это то что теперь ученики средней и старшей школы не ходят по кабинетам каждому классу приписан кабинет и по разным кабинетам уже ходят учителя ученики остаются весь день в одном кабинете в нашей школе за это правило распространяется на все уроки за исключением физкультуры в силу того что она проходит в зале нежели в классе и иностранного языка так как у нас их два поэтому приходится разделяться классу на два класса что могу сказать о мерах которые применили в школах в связи с коронавирусом ношение масок самое интересное обязательно не обязательно вот обязательно носить маски в школу сначала была информация что да будет очень жестко что невозможно будет сидеть там на урок благо маски по желанию если родители хотят ребенок может прийти в маске самом начале года когда раздавали учебники учителя некоторые были в масках через буквально неделю уже практически никто не ходил масках так как все понимают что это неудобно и никто не стал на этом настаивать в этом плане все довольно демократично ваня скажи просто когда приехал сюда в аланию ты почувствовал какие-нибудь антивирусные меры на себе подходили может себе пытаться штрафовать или сказать что ты надел маску когда гулял так как приняли ужесточение масочного режима только если я правильно помню сегодня по моим наблюдениям ничего не изменилось и даже когда не было ужесточения по коронавирусным мерам все равно многие ходили в масках что меня удивляло по улице ходят масках полиция не штрафовала за это все равно ходили в масках меньше суток прошло ужесточение мер я пока ничего не заметила радикально отличающегося от когда мы были две недели назад спасибо шивань а я тебе расскажу как у нас здесь происходит масочный режим в школах вдруг ты захочешь здесь учиться в школе друзья я общался со своими многочисленными друзьями у которых дети учатся в турецких школах вот какая информация с 20 числа начинается учеба в школах и здесь уже есть изменения во-первых сейчас пойдут откроется обучение для дошколят скажем так детские сады и начальные классы чуть позже будут уже учиться и те кто постарше до этого момента все будет проходить обучение дистанционно через специальную программу которая была уже опробована в прошлом учебном году а сейчас в школах будет проходить еще ограничение по передвижениям дети будут тоже находиться в классах надо будет на переменах носить маски вот и в принципе все тоже ожидают как это все будет работать потому что разговоров много как по факту все выглядит еще показать на что здесь позже начинается учебный сезон в любом случае уже понятно что будут изменения и они немногих-то радуют детей том числе пишите пожалуйста комментариях как в ваших городах турции ваших школах про проходит вот эти антикарантинные меры антивирусные и что вы можете сказать нашим друзьям которые собираются сюда приехать чтобы они были вкусен вами огромное спасибо ну а мы будем двигаться в сторону морем где и закончим наш выпуск друзья за моей спиной один из многочисленных ресторанчиков которые я сегодня прошел и скажу что ситуация везде примерно одинаковая людям обязательно иметь при себе маски но когда естественно вы сидите кушайте маска не обязательно иначе как как можно есть маски если есть вас какие-то мысли на сей счет делитесь пожалуйста в комментариях ну а все работники сидят в масках ожиданиях покупателей если клиенты приходят то все обязательно ходят в маске натянутые по самый нос вот так вот жестко потому что сказали мне приватно что большие штрафы сейчас за этим очень следят заметил то что во многих ресторанах и барах столы расставлены друг от друга на большем расстоянии чем это было спасибо друзья что досмотрели это видео надеюсь вам было полезно поставьте пожалуйста лайк и поделитесь с друзьями но сейчас подытожим то что по крайней мере я для себя вынес и сегодняшние прогулки ну и исследованием того как же все-таки работают эти самые антивирусные меры по борьбе с пандемией я думаю что не так это эффективно будет как многие об этом думают как по мне так это если так называть вещества именами но мягко говоря ерунда потому что я общался со многими медиками действительно очень сомнительно помогают для маски или вредят больше поэтому каждый делаю выводы сам это мое личное мнение не навязывая его хоть и хочется услышать ваше мнение в комментариях к этому видео знаю одно что многим эти меры явно не нравится ввиду того что конечно и дышать сложнее и мы постоянно вдыхаем одно и то же то есть углекислый газ не до конца выходит из-под маски мы таким дышим плюс маски эти скапливать возможные бактерии ну такое короче говоря в любом случае хочу сказать что беречь себя надо если есть возможность то обязательно уменьшайте вероятность общения с большим количеством людей зараженных становится вроде бы как больше но сейчас у меня личное доверие к официальной статистики нету ну вообще если даже мэры анкары и стамбула говорят что они не верят в правильность проведенных исследований и так далее на эту тему поэтому давайте все делить на 2 уверен что самое важное это психологическое спокойствие чтобы не вдавались панику организм это почувствует но остальное вы наверняка сами знаете если интересуетесь из большого количества видео материала которые есть ю тубе сделайте свои выводы по поводу того что происходит у нас здесь турции в двух словах скажу что я считаю что ситуация в целом нормальная если желание отдохнуть и вы не боитесь вот всего это психоза приезжайте отдыхать вы найдете много плюсов не за того что меньше людей многие вещи становятся дешевле но в частности этом аренда машины например ну а остальное как каждый должен сделать свои выводы на 7 все до встречи пока не не а масочный режим а это капец